Здравствуйте, Тамара Ахматовна. Вот так получилось, что вам это уже известно, что детей привитых и непривитых разделили. Некоторые родители поздно уже осознали, что все-таки надо было привить ребенка. Но вот у нас есть конкретный пример. Жительница Черкеска, у нее ребенок, девочка 8 лет. И изначально мать отказалась от прививки, потом она передумала, решила, что все-таки прививку нужно сделать, стоит ее сделать. Извесила все за и против. Но оказалось, что она опоздала, тур уже закончился, завершился. И теперь у нее вопрос возникает, как же быть, будет ли повторный тур. Если нет, то как ей поступить, как вернуть ребенка в привычную ей среду, вернуть в школу, к друзьям и вообще в привычной жизни? Я этой маме дам конкретный ответ. Во-первых, ей принято правильное решение, потому что туры могут быть еще. Потому что есть беженцы, есть мигранты. Мы живем в таком мире, когда перемещения населения, они неотвратимы, они огромные. Поэтому для того, чтобы ребенок не завалил полимелитом, у него должна быть хотя бы трехкратная первичная вакцинация. В этом возрасте 8 лет достаточно трехкратной первичной вакцинации. По календарю прививок России первые три дачи ребенок должен получать инактивированной полимелитной вакциной. По этому конкретно ребенку на этот тур сроки не позволят ребенку этой весной посещать школу. Но вдруг осенью будет опять необходимость. Мы же не знаем, как события будут развиваться. Туровые вакцинации, а ведь туровые вакцинации в 2000-е годы проводились и три раза в год. То сейчас во второй тур этому ребенку надо получить первую вакцинацию, инактивированной полимелитной вакцины. И потом по календарю через полтора вторую, через полтора третью. И ребенок защищен на всю жизнь, на всю жизнь от полимелита защищен. Абсолютно защищен. То есть даже если у него сейчас нет... Гарантированно защищен, получив три прививки. Ну она может вот еще... Она сейчас делает догоняющую вакцинацию. Она, конечно, после первой прививки ребенок никак не может пойти в школу. Потому что для того, чтобы посещать школу, ей нужны три прививки. Вторую прививку сделает через полтора месяца по календарю прививок. Но это уже осенью. Нет. Если она, например, 3 апреля, с 3 по 9 апреля первый тур делает первую вакцинацию. Но тур закончился, поэтому интервалы сокращать не будем, как при туре. Через полтора месяца, 18 июня, она получается... Я немножко неправильно посчитала. 3 апреля пусть будет месяц, плюс 15 дней. 18 мая она делает вторую вакцинацию. И плюс 45 дней, в конце июля она делает третью вакцинацию. Все. В апреле она должна сделать первую вакцинацию. Пусть делает. Пусть делает. 3, 4, 5, 6, пусть делает. Вы можете ей мой телефон дать. Я распишу им индивидуальный график прививок. 3 апреля пусть они ко мне, вот 201 кабинет приходит. Я все дни буду на приеме сидеть. Но прививки не только от полимелита, я имею в виду, вот сейчас говорю обо всех прививках, всегда вызывают у некоторых родителей неоднозначную, иногда даже очень бурную реакцию. Тамара Ахматовна, скажите, насколько, на Ваш взгляд, необходимо прививать ребенка? Или можно все-таки обойтись? Очень много думала, почему родители... Вот что случилось? Я занимаюсь более 20 лет вакцинопрофилактикой. Раньше были единичные отказы. А сейчас почему так много отказов? Я очень много над этим думала. И почему наши доводы, людей, которые обладают специальными знаниями, вы же не пойдете, совет, например, спрашивать по, скажем, здоровью растения или по какому-то дизайну к врачу. Вы пойдете к специалисту. Почему наши доводы, людей, которые обладают специальными знаниями, проигрывают перед этими роликами, перед этими всеми выступлениями? Антивакцинальное движение во всем мире крепнет. И вот это антивакцинальное движение... Просто человечество очень быстро забывает эти эпидемии, эти тысячами ушедшие жизни, эти инвалидизирующие заболевания. Не скажешь человеку, у вас есть право умереть от столбняка, пожалуйста, не вакцинируйтесь. Это ваше право. То есть мы должны разъяснять, что не надо правом не оставаться в живых пользоваться. Надо пользоваться правом оставаться в живых. И я вот думаю, что, во-первых, вакцинация же массовое явление. Уже в роддоме большинство получает вакцинации. И когда массовое явление какую-нибудь проблему, которая не зависит от вакцинации, там наследственное заболевание, там дауна, аутизм или ДЦП связать с вакцинацией, проще, потому что это массовое явление. Второе, почему мы в антивакцинальных, мы как бы специалисты проигрываем. Я нашла этому вот такой ответ. Есть аргументы эмоциональные, а есть аргументы рациональные. Конечно, эмоциональные аргументы всегда побеждают. Когда мама рассказывает, вот у меня был нормальный ребёнок, а ведь наследственные заболевания или генетические, или какие-то, они не сразу проявляются. Есть как бы время их запуска в организме. И когда они начинают со слезами рассказывать реальные, печальные истории, да, и это связывает с вакцинацией, это воздействует больше, чем врач, который говорит, нет, это с этим не связано, что это не поствакцинальное осложнение. Конечно, на вакцины тоже очень редки существуют. Они все описаны, они все тщательно расследуются. И даже вот по... Я могу такой пример привести. Ведь есть люди, которые не переносят, например, укус пчелы. Они с собой носят адреналин, они знают. Но они это узнали таким опытным путём. На лбу не написано, что кто-то может, например, анафилактический шок, может быть, на простой, на обыкновенный, на вакаин, на любой препарат. Вакцина тоже это лекарство, но его очень редко бывает. По всей России, если за статистикой следить, 3-4 анафилактических шока может быть на введение прививки. Мы обязательно, когда изучаем вакцинацию, мы ежегодно проводим обязательно семинары, вся Карачаево-Черкесия собирается, то помощь при анафилактической шоке тоже изучаем. То есть с вакцинацией есть, но они очень редкие. Они изучаются, они расписаны, на какую конкретно вакцину что может быть. То есть вы утверждаете, что прививка, она сама по себе не может привести к каким-то проблемам со здоровьем ребенка. Скорее всего, дело в генетике. Вот у нас, кстати, есть тоже пример. В данном случае отец ребенка, это уже Карачаевский район, считают, что прививка к пентоксиму привела к тому, что его дочка стала отставать в развитии. До 4 лет это был совершенно здоровый ребенок. Но после пентоксима пошли какие-то сбои. Случайное совпадение. Тоже можно было сказать, каждый день ест хлеб. А вот на этот раз поел хлеб, вот после хлеба стало так. То есть вакцинация массовая. И проще, учитывая даже вот этот антивакцинальный, вот этот сейчас атаку буквально, связать с вакцинацией. То есть аналогии есть, проще связать с вакцинацией. После вакцинации, не означает следствие вакцинации. Там могла быть ситуация, которая вот триггер. Например, любое острое респираторное заболевание у ста детей протекает очень хорошо. У ста первого может быть какая-то задержка, потому что у него готовность какая-то в организме была. Ну и получилось, что проще связать с вакцинацией, тем более в свете последних подъемов вот этих антипрививочных всех выступлений. Тамара Ахматовна, но полиэмилит это ведь не единственное опасное заболевание, которого стоит опасаться родителям и деткам, которые грозят деткам. Скажите, какие еще опасные заболевания, как вы выражаетесь, сейчас у порога? Коре у порога. В 90-99-е годы Россия пережила вспышку дифтерии, что Всемирная организация здравоохранения приезжала, разбиралась и нашла, что очень много отводов от прививок и были пересмотрены медотводы от прививок. И фактически по дифтерии, по столбняку, случаи кори очень много в республиках СКФО, когда мы направляем в Москву детей на лечение, с нас требуют обязательно вакцинацию против кори, чтобы обязательно была и у матери, у ребенка. Если вдруг по каким-либо медотводам мы не можем ребенка вакцинировать, то обязательно медотвод должен быть оформлен от и до, почему мы его не привили. И был случай, что мы ребенка, ему по возрасту еще нельзя было делать корь, 8 месяцев отправили в Санкт-Петербург. С третьим маленьким ребенком она туда приехала, но через 8 дней закрылось отделение, куда она с таким трудом попала на карантин, потому что завоз был с республик Северного Кавказа, кори, и закрыли на карантин. То есть вот эти все заболевания, они у порога. Вот хочу вот такую мысль сказать, как только падает коллективный иммунитет, сразу возвращаются инфекции. Так возвращался полиэмилит в Бельгию, так возвращался полиэмилит в Финляндию, они туровые вакцинации проводили, возвращался как клюш в Англию, в Японию, когда под напором родителей неправильных решений прекратить прививки, несколько лет и накапливается непривитая как прослойка, и вирус, который попадает, находит непривитая, в конце концов, когда происходит контакт, и пошло, поехала эпидемия. Поэтому человечество вакцино-зависимо. И аргументов против вакцинации нет и не должно быть. Просто показания, у нас есть журнал противопоказаний к вакцинации. Если у ребенка какая-нибудь проблема, ему предстоит операция или послеоперационный период, то медотводы и федеральные центры делают, и мы делаем. Или, допустим, у ребенка какой-нибудь острый процесс идет, например, почки, или что, мы тоже не прививаем. 95% детей должны быть привиты. Ведь старше 10 лет так и привиты дети. Так и привиты дети. 97, 98, 99%. Это случилось последние 10 лет, вот такая антипрививочная ситуация. Тамара Ахматовна, еще раз огромное вам спасибо за участие в нашей программе, самое главное за интересный и очень важный и такой полезный рассказ. Вам спасибо, что вы эти темы поднимаете, если даже одна мама примет решение вакцинироваться, это будет защита прав ее ребенка на здоровье и на жизнь. Напоминаю, что сегодня актуальное интервью нам давала доктор, которую даже не нужно представлять, это всем известная и всеми любимая Тамара Ахматовна Лайпанова. До новых встреч! Продолжение следует...